Сегодня на библейском портале «Экзегет» мы продолжаем изучение трудных, сложных мест Священного Писания. И вопрос, который мы сегодня рассмотрим с вами – должны ли христиане продать все, что имеют? И мы будем отталкиваться прежде всего от Евангелия от Матфея 19.21 и послания к римлянам 16.23. Сначала прочитаем Евангелие от Матфея 19.21. Иисус сказал ему, то есть неблагоразумному юноше, «Если хочешь быть совершенным, пойди продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи и следуй за мной». Здесь надо обратить внимание на то, что когда этот юноша подошел ко Христу, он задал вопрос, что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную. Это Матфея 19 глава, 16 стих. То есть он спросил со своей стороны, что я должен делать в тот момент, когда Господь осуществляет мое спасение. И Господь ему отвечает, соблюдая заповеди. А после того, как юноша сказал, что он все это исполнил, то есть не нарушал заповеди от юности своей, Господь уже говорит ему, если хочешь быть совершенным, пойди продай имение твое и раздай нищим. Это уже не призыв ко спасению, это призыв к совершенству. Блаженный Иероним пишет. «В нашей власти хотеть или не хотеть быть совершенными, но тот, кто захочет быть совершенным, должен будет продать, что имеет, и не частично продать, как Анани и Сапфира, но продать все, а продав все, раздать нищим, и так приготовить себе сокровище в Царстве Небесном». Но этого недостаточно для совершенства. Если человек, презрев богатство, не последует за Спасителем, то есть отрешится от зла и станет творить добро, что получится? Ибо куда легче отказаться от кошелька, чем от собственной воли. Многие оставляют богатство, но не следуют за Господом. А следует за Господом тот, кто подражает ему и ступает следом за ним. «Всякий, говорящий, что верует во Христа, должен идти следами, которыми и он шел». То есть здесь мы видим в этом рассуждении блаженного Иеронима, что это не сама цель даже для совершенства раздать все. Кошелек отдал, а в сердце остались и грехи. Ничего не изменилось. И нищий может быть грешным, который обнищал ради Христа, но сам не исправился. Мы видим, что среди первых христиан были банкиры, очень богатые, обеспеченные люди. Так в послании к римлянам, 16 глава, 23 стих, апостол Павел пишет. «Приветствует вас Гай, страноприимец мой и всей церкви, приветствует вас Эраст, городской казнохранитель и брат Кварт». Вот мы видим, что среди первых христиан были банкиры, городской казнохранитель Эраст. И ситуация, например, с Ананией и с Апфирой. Ведь они погибли не потому, что что-то утаили, а то, что они обманули апостолов, что якобы все отдают. Но при этом апостолы им объясняют, так это же ваша собственность, вы можете поступать как хотите. И мы читаем книгу Деяний, 5 глава, 3 по 5 стих. «Но Петр сказал, Анания, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твою мысль солгать Духу Святому и утаить из цены земли? Чем ты владел, не твое ли было, и приобретенное продажей не в твоей ли власти находилось? Для чего ты положил это в сердце твое? Ты солгал не человеком, а Богу. Услышав все слова, Анания пал бездыханен, и великая скорбь объяла всех слышавших это». То есть, как хозяин этих богатств, он мог что-то дать церкви, что-то оставить себе. Это было в его власти. Но проблема его, он пришел и принес как бы все. И, по сути дела, солгал Духу Святому, которым были исполнены святые апостолы. Итак, от человека не требуется в каждом случае раздавать все, что он имеет. Тем более, когда речь идет о семейном человеке. Как и сказано в Писании, «Кто о своих, особенно о домашних, не печется, тот хуже неверного, отрекся от веры». И в этом смысле православный христианин не может быть благотворительным за счет интересов собственной семьи, своей жены, своих детей, своих домашних. Друзья, подписывайтесь на библейский сайт Exeged, чтобы вовремя получать информацию о новых беседах. И берегите себя. Субтитры создавал DimaTorzok